Меня зовут Мурат, я основал студию Мурат Дизайн. Сам я самоучка, у меня такой длинный путь, как я к этому пришел. Изначально я занимался строительством, до строительства я там всегда с логистикой был связан, управленческие должности занимал и так далее. Но сейчас мне нравится делать то, что я делаю. Я пересмотрел достаточно большое количество роликов, я даже скажу огромное. Но то, что мне понравилось у тебя, это, скажем так, простые понятия, которые вроде понятны на русском языке, но они почему-то не всегда доходят. Ну, приведу пример. Например, для меня впервые сегодня понятие делегирования, оно немножко изменилось. То есть в моем понимании делегирование, это когда я вижу людей, которые со мной сидят, которые сейчас в моем окружении, и я что-то с ними должен делать, чему-то их должен учить и так далее. А то, что ты вложил в это понятие, для меня открылось по-новому. Что действительно, мы сегодня можем находиться в разных местах, но тем не менее мы можем работать над одной задачей. Вопрос лишь только, как умело это организовать, как это правильно спланировать, как это контролировать, мне кажется, ты прекрасно это показал. И, кстати, для меня дизайн, скажем, то, как ты его представляешь, он весьма отличается. До того, когда я стал присматриваться, скажем, к твоей системе, ну, у меня действительно понятие дизайна имело какое-то конечное значение. Вот я один дизайнер, ну, я могу вести там какое-то количество проектов и точка. А думать об этом более масштабно, чтобы создать свою сильную команду, которая фактически ничем не будет ограничена, или брать еще большее количество проектов, вот, скажем так, это твоя, ну, очень сильная сторона, которая мне показалась, ну, действительно по-другому. И, кстати, когда смотришь в Ютубе, это создается совершенно другое впечатление, нежели когда ты все это слушаешь, непосредственно осознаешь, что это такой же человек, он так же создал это. Вот это и вдохновляет по-настоящему. Понимаешь, Ютуб как устроен. Вот мы включаем его, и если нам что-то неинтересно, мы же не просто там 10 секунд отмотаем, 20, мы сразу приключаемся на 10 минут, на 20 минут. А глубокие мысли, для того, чтобы их усвоить, нужно последовательно, нужно набраться, пройти через то, что тебе кажется неинтересным, да, и как бы понять, что человек вообще думает, что человек считает. И тогда, когда ты понимаешь, вот это мало, например, ты здесь сидишь, ты же никуда не убежишься, никуда не денешься, ты вынужден слушать, пропустив даже то, что неинтересно. И когда ты поймешь, что вот это ты не знаешь, вот это ты не понимаешь, и когда ты уже втягиваешься, вот только тогда тебе что-то начает работать. А так фактор гордости, ну, дизайнеры это тоже гордые ребята и по-своему. Мне очень понравилось, что ты, знаешь, сказал по поводу того, что я раньше никак не мог понять эту простую вещь. Ну, допустим, вот я делаю, но меня же действительно никто не может заменить. Я приведу пример по себе, да. Когда я общаюсь с клиентом, я его веду, я знаю, о чем мы говорили. То есть все-все-все это держу в голове, и потом кто-нибудь пришел бы и сказал бы, слушай, отдавай твой проект там по виду. Я бы сказал, да не сможешь это сделать. А кто как-то преподнес, ну, например, действительно, если любую нашу деятельность мы проанализируем, и ты мне, кстати, очень хорошее задание отдал, я никогда не анализировал свою деятельность по времени, потом выветь свою методологию. Если действительно это сработает тут у меня, да, что я смогу хотя бы то, что я знаю, умею кому-то передать, чтобы кто-то хотя бы делать так же и наделить ее хоть полной свободы, пусть он делает. Мне кажется, я уже, ну, большое дело сделал, я уже не зря пришел. И вот это твой плюс. И вернусь еще к идее того, что почему на Ютубе это не всегда работает. Да, потому что, когда ты Ютуб открываешь, ну, все знают, да, ты думаешь, ну, я 10 минут что-то посмотрю. Ну, 10 минут превращается-то, ну, в часы, и ты уже думаешь, а что я вообще здесь делаю? Понимаете, да? Поэтому Ютуб хорошо, онлайн классно, все возможности вообще надо использовать. Правильно, систематизировано, умеючи. Но личное общение, личный контакт никто не отменяет. Это все-таки телевидение есть телевидение, а живое общение есть живое общение. Надо ездить много, надо делиться, надо стучаться к тем, кто еще по разным причинам недоступен, кто думает, что он все знает, все умеет. В противном случае, ну, время, возможности, технологии, это все так быстро меняется, что если не успеть вовремя очнуться, то, ну, можно что-то упустить, я думаю, серьезно. А если ты это так создал и так впечатляет, что ты можешь себе позволить ездить, ну, как бы принципы у вас одни и те же, те, кто какие-то курсы презентует, они все показывают. Ну, слушая кого-то, ну, я, например, послушал там, имена, фамилии не буду называть, но вот они едут на крутых машинах, вот они говорят, вот я студию открыл, вот я, ну да, я уже слушал одного, второго, третьего, ну, как-то, где-то я уже думаю, ну, это я услышал, это уже понятно, что да, вот сейчас вот занимайся визуализацией, у тебя сразу появится машина, все будет классно, а когда начинаешь работать, то думаешь, так, вот это проблема, вот это, не знаешь, как решить, но когда слушаешь технологию, систему, это классно, это стоит, вот, поэтому я был впечатлен, мне очень понравилось, и я бы многим дизайнерам, которые, скажем так, ну, может быть, силу своей гордости или силу того, что они считают, что они все могут сами, но все-таки посоветовал бы обратить внимание, что, ну, есть сегодня у кого поучиться, и, ну, учиться надо, в противном случае, как ты хорошо сказал, мне понравилось, если мы это не поймем, то через 20-30 лет мы будем делать то, что мы делаем, и, признаюсь честно, знаю конкретных ребят, ну, которые сильно в дизайне, которые меня всегда вдохновляли, но общаясь с ними, я иногда осознаю, что они вот находятся в такой вот атмосфере, при которой они говорят, ну, это просто работа, и они делают это снова и снова и снова, а вот посмотреть на дизайн так, как ты сегодня рассказал, приведу пример, на чем мы иногда падаем духом, когда мы делаем всю эту рутину, когда мы все во всем, все это сами все делаем, и не знаем, как из этого круга, ну, как бы вырваться, у тебя прекрасно это получилось показать, объяснить, и вот именно эту фишку, мне кажется, если бы многие просто пришли и послушали, и просто вникли, мне кажется, это бы, ну, им более чем помогло. Я говорю, я могу у многих имена дизайнеров, которые сегодня учат 3D-визуализации, говорить, но у них нет того, что есть у тебя, это твоя сильная сторона, поэтому, мне кажется, если ты... это видение, это даже не просто видение студии, это видение стиля жизни, это видение вообще создания бизнеса, и что дизайн можно создавать не просто как какую-то маленькую студию, а как что-то такое, что не имеет границ, для меня я это впервые как бы немножко переосмыслил, для меня это было положительно. Всем дизайнерам желаю развиваться, неважно, какой опыт и насколько вы хорош, ну, лично меня можно покритиковать по моему сайту, он так и называется, murat.design.ru. С любой критикой я дружу, поэтому пишите, делитесь, критикуйте, я с радостью.